всем привет ребята ну что настало время разобраться нам откуда же получать нам голову дает золотые бесплатно на халяву халявы то в принципе так таковой нету почему а потому что нужные вентики выполнять получается у нас здесь события чтобы голову забирать желательно это конечно же опять же все выполнять и не говорить о том что нет уголов золотых ниоткуда взять если выполнять ивенты то в принципе можно это все везде взять в этом то проблем в принципе нет если только времени нету тогда да если время есть нужно делать если вы хотите улучшать свой аккаунт нужно это делать вот допустим пример ритуал караука да то есть здесь можно получить порядка 12 голов то есть если вы максимальную сложность проходите если у вас нету максимальной сложности 5 звезд там от до предыдущей проходите то здесь и гем можно залутать после того как вы это сделали и многие игроки ну не то чтобы многие а 35 частников прошли максимальную сложность появляется событие альянсов то есть здесь можно призвать боссов тоже также да и убиваете вы уже с альянсом этих боссов на карте и за них тоже можно получить порядка шести голов то есть нехило так выходит в общем там 18 либо 14 тоже как же вам повезет здесь во именно в этом событии когда вы будете убивать боссов да и пробуйте делайте даже не пробуйте а делайте а надо делать а следующий вариант это чемпион олимпии есть не рейтинговый и рейтинговый чем же они отличаются не рейтинговый вы можете подбирать матчи среди всех игроков в игре которые присутствуют и которые нажали тоже на кнопку примерно в то же время но опять же она будет подбирать по балансу по крайней мере так должно быть но не всегда получается да у игры это сделать потому что игроков не всегда достаточно бывает даже подкидывает нам ботов такое реально есть рейтинговые получается сложнее в том плане что нужно будет искать себе команду не в игре именно я веду имею все общий круг там игроков какой-то да отдельно то есть в альянске дать только то глобальный чат заявки чтобы к вам люди присоединялись то есть все сложнее плюс ко всему время определенное там есть то есть в данный момент сейчас идет как бы да ну осталось 3 минуты то есть здесь показано на сегодня было время во сколько что будет играть то есть неудобно на самом деле для но многих игроков да но плюшки там хорошие на самом деле то есть по окончанию сезона вы получаете плюшки и за каждый этот сундучок за очки которого получили там головы материалы и так далее то есть это в принципе все выгодно делать если у вас есть время именно вы попадаете в то время когда начинается рейтинговая игра тренировочное событие и не только есть еще на исследование и строительство в принципе здесь можно заходить без проблем в топ-100 и получать одну голову топ-50 две головы топ-23 без большого количества траты ускорения каким образом это у нас делается многие игроки скажут зачем ты так говоришь что портишь нам фарм золотых голов но это в принципе бесплатное во многих королевствах события там мини и вентик получается да по рейтингу чтобы голову забирать я думаю они не обидцам устопиться но это в принципе не важно да я просто говорю варианты какие где можно забирать да там уж не обижайтесь на меня обычно запускает расширение войск заранее под такие ивенты да то есть там десять тысяч пять тысяч туда двадцать тысяч туда пятьдесят тысяч до разряжает до зависимости от того какое место вы иметь то есть у вас заряд стоит подходит к ивенту и вы потом просто забираете там сами смотрите да можете под конец дня это организовать посмотреть по количеству очков скоро здесь у каждого игрока и какое место можете забрать там почитать там т4 заряжена было либо т5 да и уже делать в принципе можно заходить на каждое событие да и здесь подлутывать дополнительные головы мобилизация альянсов да да здесь тоже можно голову лутать опять же зависит от того какой уровень сундучка вашего альянса данный момент здесь 8 мы не топили сообщение было его даже не было то есть как хотите так и делать обычно заряжаем утопим тут получается сколько мы заберем голов нисколько обидненько но ничего страшного да но здесь другие плюшки можно забрать то есть на десятом уровне голову можно забрать на двенадцатом можно забрать на пятнадцатом на восемнадцатом это если ваш альянс какой-то уровень сделал да то есть вы нажимаете на знак вопроса и вот тут выбираете какие головы вам нужны дополнительные головы без проблем главное чтобы альянс проходил до этого уровня больше чем блестяшки здесь мы конечно же тратим кристаллики самоцветы как хотите так и называйте тратить надо либо двадцать пять тысяч либо семь тысяч почему именно так семь тысяч нам дает пять золотых голов а двадцать пять восемь то есть в зависимости от того сколько у вас гемов вы тратите опять же первый день потратили и второй день обновилась тоже потратили если у вас есть пятьдесят тысяч тратьте пятьдесят тысяч куда обычно вливают эти самоцветы конечно же в вип чтобы прокачать себе максимально випы либо тот который вы желаете по крайней мере на котором хотите остановиться на пятнадцатый шнадцатый там либо ивенты но опять же наши разработчики не сильно добры к нам и не делают поблажек то есть если есть какие-то события допустим на трату самоцветов где можно по скидке взять золотые головы и чтобы появились блестяшки такое если и бывало и было но очень редко то есть обычно они такого не делают для них это потеря денег следующий вариант это ставки популярная вещь у игроков они любят экспериментировать ну по крайней мере я экспериментирую так как я ставлю иногда на те команды которые скорее всего проиграет но возможно иногда они выигрывают и вы можете поднять неплохие монетки которые потом можете перевести золотые головы то есть без проблем здесь тоже можно залатать конечно небольшое количество но все-таки пять штучек у нас есть на данный момент и частенько у нас все-таки происходят такие события где можно получить эти головы одно наверное из первых событий которые было уже давно в нашей игре это ковчег асириса здесь вы можете получить при победе 10 золотых голов а при поражении можете получить 5 золотых голов опять же зависит от того сколько вы наберете очков не гарантирует победу но в хорошей команде вы можете каждый ковчег выигрывать либо играть именно ковчег одному втроем пятером там уже как сами решите и скорее всего вообще команда не будет попадаться вы будете просто собирать ресурсы и получать эти золотые головы как вариант очень даже хороший пользуйтесь величайший правитель здесь тоже вы можете залутать головы примерно каждые 10 дней у нас величайший правитель новый появляется это вы можете залутать каким образом либо в боевых действиях когда мге у нас открытые но опять же можно потратить много ресурсов на это но если у нас мге фиксированное тоже можно залутать зависит от того какие места расписаны какие можно занять то есть допустим если топ 15 расписано нижние места вы можете занять но аккуратно это делайте чтобы вас не наказали если вы превысили лимиты либо вообще залетели в список так что с этим аккуратнее мы переходим к следующему варианту золотые головы за деревянные монеты квк где их получить само собой на карте квк и в магазине потерянного королевства здесь вы можете получить со скидкой получается головы золотые и без скидки деревянные монеты можете получать за улучшение технологий именно в академии за кристаллики но кристаллики вы можете получать за убийство фартов радеров выполнение бастионов события шелковый путь здесь вы тоже можете получать золотые головы в количестве 6 штук то есть получается вы можете выполнить его три раза и получить в общем 6 голов таверны самодержавцы это конечно старая такая да есть обновленная версия получается она выходит в начале квк и стоит сундучок там две с половиной тысячи но конечно же не стоит него заходить но там можно выбить ленингарных командиров само собой но это опять же рандом лучше конечно потратить кемчики в другое место не стоит сюда заходить но как один из вариантов люцерские свитки здесь тоже можно получить на халяву золотые головы конечно же получается старых командиров и небольшое количество то есть три штучки получается на данный момент но все-таки как бы тоже хороший вариант для получения золотых голов и прокачки старых командиров мы уже начали разговаривать про тему квк здесь вы тоже можете получить дополнительные золотые головы в зависимости от того какой у вас будет индивидуальный ранг в рейтинге по очкам чести конечно же запариваться на это не стоит именно первое место там топ 20 так как это все-таки тяжело сделать у многих игроков которые туда заходит много очков действия именно у д д и они заходят в этот топ 20 без проблем но можно использовать ежедневные ap получается да и бить цепочкой варваров и получать достаточное количество очков чтобы заходить в топ 100 возможно даже да и получить те самые там три скульптуры также за корицу есть награли но это уже будет зависеть от того как у вас сложится к века победите вы либо нет да вы скажете вы знаете про этот вариант а но мы его отнесем к тем многим вариантом где можно получить золотые головы само собой золотых ключей обычных не все командиры там используются но все-таки некоторые ставят их как вторыми и довольно неплохо могут себя не показывать ключи власти здесь вы тоже можете получать легендарных командиров но лучше эти ключики копить и тратить события веление сердца который появляется при открытии карты квк там седьмой десятый день если не ошибаюсь а также здесь присутствует магазин то есть за эти монеты которые вы здесь можете получить а получить вы их можете при том случае если вам падает тот командир который у вас уже есть да вы получаете за них монетки и можете тратить золотые головы ну и ключи там как уже дальше решите для тех игроков которые качают всех командиров в принципе мы все качаем всех командиров которые присутствуют в игре у нас да и мы качаем у сборщиков само собой да то есть золотые головы можно получать из таких ивентов которые данный момент на картинке присутствует сундучков но опять же там только для трех командиров это получается сундук и сида и креопатра но также можно здесь получить ключи власти не забываем событий стратегический резерв здесь вы тоже можете залутать эти сундучки до 100 штук именно если вы в топ-1 заходите да также можете прокачать себе сборщиков крепость крестоносов все вы знаете что после захвата крепости крестоносов начинается три этапа которую нужно выполнить на третий этап мы можем обменять свои лишние головы на золотые головы которые там присутствуют порядка 20 голов и само собой остальные плюшки которые там есть нас интересуют только золотые головы то есть в принципе это довольно хороший вариант само собой вы его постоянно должны выполнять дерзайте да я должен был сказать это уже в первых стадиях видео но здесь тоже можно получать головы то есть начиная с 10 випа вы можете получать одну голову с 12 получите две головы и из 14 вы получите уже три головы чем быстрее вы сделаете 14 вип тем больше золотых голов вы будете лутать в течение месяца и течение одного дня поэтому ускоряйтесь а также в здании для вип-магазина на 14 уровне получается открывается покупка золотых голов это конечно тоже можно использовать но на вкус как бы ну сами понимаете две тысячи за одну голову можно слить в других событиях и ивентах где можно купить эти головы по скидкам иногда но все же один из вариантов конечно же экспедиции тут вы тоже можете получить легендарные головы во первых и тельфледы во вторых получается здесь каждый день вы можете два раза две странички получать то есть первую делать потом второе обновляете здесь тоже иногда падают золотые головы не только и золотые еще получается у нас звезды даем а также когда вы забираете и тельфлетку то есть здесь у нас сундучки появляются с нее дает сундучки которые можете потом открывать но они в инвентаре вас копится получается сейчас я вам покажу то есть вот такие сундучки и оттуда могут падать получается легендарные голову но опять же это очень редко но как бы вариант падает пользуемся костяной свиток кахара вы его получаете на квк за выполнение бастионов то есть вы его призываете и есть шанс выпадения легендарной головы как бы шанс опять же да но есть поэтому пользуемся не забываем про это также не забываем что у нас присутствует рулетка в которую можно выбить довольно неплохое количество золотых голов но опять же нужно потратить кристаллы самоцветы как вы их называете в любом случае хороший вариант но рандом и всеми любимые события это столбик его любят все игроки нашей игры то есть здесь выполнять 25 уровень вы тратите 7000 драгоценных камней и в принципе их возвращаете эти сам получаете довольно большое количество плюшек и в особенности 35 золотых голов не забывайте про этот ивент и всегда сохраняйте 7000 блестяшек не забываем про такое событие как кораблики здесь вы тоже можете получить золотые головы в принципе как и в олимпии то есть здесь можно покайфовать и получить еще золотые головы опять же они не всегда но они периодически появляются следующее событие похожее на кораблики это у нас получается война руин здесь вы тоже можете залутать головы золотые опять же это событие очень редко появляется но она присутствует тоже забавное событие можно повеселиться на самом деле она у меня бесит я не люблю выполнять но ради золотых голов обязательно это нужно сделать тренировка с лохаром здесь вы тоже можете залутать довольно неплохое количество золотых голов особенно если в топ-1 попадете это 20 золотых голов но нужно знать как это все дело проходить и не забывайте когда вы убьете отряд ну то есть лохара получается то вам нужен дополнительный отряд с бафом чтобы бафов отряд это самое главное ну и подбирать нужных командиров так как многие игроки на этот ивент зарятся то есть многие умеют проходить вам будет скорее всего тяжело проходить но те знающие игроки которые понимают как это делать они в принципе заберут свои головы да я знаю мы про это уже говорили это вот командный шелковый путь получается но у нас также есть соло шелковый путь для одного игрока там в топ-10 вы получаете золотые головы то есть максимально 20 минимально 8 если я не ошибаюсь как вам попасть туда само собой вам нужно защитить караван максимально таким образом чтобы он получил наиболее меньшее количество повреждений старайтесь делайте и возможно вы получите те самые золотые головы следы в пустыне здесь вы тоже можете залатать золотые головы само собой как же без этого да но опять же рандомка получается здесь есть бесплатные ходы там 8 штучек и также вы можете докупать за самоцветы само собой выбираете себе командиров там доходите до определенного уровня получается и забираете золотые головы опять же события редко и не часто появляются но иногда присутствует колесо эсмеральда здесь вот тоже можете конечно же залутать золотые головы барабан этот позволяет нам это сделать но помимо них есть и другие плюшки в принципе да монетки можно получить там за задание бесплатно и само собой за кристаллики то есть все это тоже у нас присутствует награды можете здесь забрать в принципе все при КВК здесь вы тоже можете забрать довольно неплохое количество золотых голов опять же зависит от ваших усилий максимально здесь можете получить 60 золотых голов даже в топ 1000 ранг если вы попадете вы получите одну золотую голову то есть здесь вам нужно будет тратить ускорение и очки действия ваши получается да все зависит от ваших усилий так что пробуйте старайтесь здесь такие события как день благодарения и похожие на них там вы тоже можете получить золотые головы в обмен на всякие пироги и так далее в зависимости от праздника в целом да но иногда нужно само собой докупать те или иные фрагменты чтобы забрать золотые головы либо остальные плюшки тоже хорошее событие на самом деле давайте подведем итоги в принципе я рассказал про все ивенты и события которые присутствуют по крайней мере которые я знаю возможно какие то я упустил в комментариях потом я дополню там но суть то такая то что если вы будете выполнять все эти события и ивенты получается а те игроки которые не будут этого делать вы как минимум будете их опережать и делать больше себе тех или иных командиров которые вы там себе задумали там три пятерки либо экспертных то есть это обязательно выполнять на сто процентов а те игроки которые уже знали об этих событиях и возможно знаю таких то еще где можно получить золотые головы в комментариях я надеюсь дополнят расскажут людям вот и мы будем за это им благодарны а мы еще с вами услышимся до новых встреч пока пока а 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 Продолжение следует...